Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем проходить в Мах 3. В общем, мы добрались до медиума с первого утопия и поговорили с ними и узнали то, что... Господи, уйдите, уйдите, мне не нужно, мне не интересно. Узнали то, что у них была цири, то, что они хотели создать ее пяточки, как бы это по-извращенски не звучало. Ну, такова истинная правда. Кстати, лайк и подписку не забудьте оформить. Буду очень благодарен, если вы поддержите мой канал в комментариях. Вот и дикая охота приехала, короче. Лошадка интересна, живая? Кстати, здесь я первый раз. Ну, обычно, в прошлом прохождении я всегда помогал тому корню, злому духу. А тут первый раз я помог ведьму. Просто не значит здесь будет. Во. Ага. Ясно, понятно. Вы хотели ее убить. Вы хотели разделать ее, как зверя, и сожрать. Вкус ее крови напомнил нам нашу молодость. Теперь я вас узнал. Старшая кровь. Старшая кровь. Удивительная девушка. Но ты и сам знаешь. Жаль, что она убежала. Угу. Я не прошу вам этого. Вы хотели ее убить. Я не прощу вам этого. Пустые слова. Тебя первое убил, хотя второе. Наши судьбы сплетены. Но час еще не пришел. Теперь ты будешь гоняться за тенью и поуждать во век. Тебя вернулась leur п็� и желанияfully от priorit, И всюду будешь находить только ее отражения! А если настигнешь ее, если девушка умрет. Моееек! Скоро сия нельзя! Да лучше не скоро. И не в ближайшее время. животные так за семейных что стало известно обаме все окей у меня место москва починить меч короче длинок починим было бы только чем а я у меня как обычно нету ремонта для меча так допустим карта мира зайдем и отправимся барона у нас бежать переход и здесь вот все блин почему параметку поближе приезда месяца далеко скакать саму прием с барон укорачиваться видим вырежу херам собачьим бесит меня уже вот она не бесит кто другой и никто другие неприятные вы знаете люди ведь мы ведьм это человек садим и ламборгини он же сказал что больше не будет мы и ламборгини доскачем ламборгуни за лакуни торговся короче чем теперь нам нужно наступать брони но здесь ворота ведь уже специально для меня открыли для моего почтения готова броник чем могу помочь о странную тебе говор и соски лиги сарт скеллига но с детства жила в гольмштейн а почему уехала я всегда хотела быть кузнецом целыми днями в пузне крутилась и все мне там нравилось и жар и запах и удары молота когда мне исполнилось 17 отец сказал что ему больше нечем у меня учить и отправил в мир оттачивать ремесло через несколько лет я стала мастером а потом началась война и я села здесь что у тебя есть на продажу а через не то забыл поговорить так сумки 70 это чё у нас ремонтный набор броненка на себя нам броня нужна нам броня не нужна давайте мы здесь играем в гвинт по матчу не желаешь сыграть в гвинт ничего интересного нету так что начнем бой играем мы короче это королевство севера так чучело ассасины есть решалка еще одного пришел к нормально значит уберем одну эту и нафиг ее основном не нужно он назвать эти два счетчего значит мы можем делать вот так блин и чудовище же хорошо казнь развита да вот это вот проблема то что у него казнь хорошо развита вот это вот меня напрягать и вообще за чудовище не умею играть вы знаете вот я реально за чудовище вообще не умею играть и не понимаю как за него играть ах ты крыса да ты крысишь вот тебе не пасовал давайте так сейчас одну карту мы восстановим за счет умение севера и у нас есть три химки аж сволочь эту карту оставляет начало раунда вот то что нам нужно вот это то что нам нужно прям во время выпало ой 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 давайте мы выкинем роше потому что есть шпиона это понятно мы шпиона соберем снова кинем шпиона гениально а нет что мне так расстраивает давайте вот так делаем ну это было довольно таки предсказуемо а кому я в руку ничего не предсказывал у не заюзалась не заюзалась как не повезло так надо это воскресить потому что мы будем играть басами давай выкидывать вот ты че смотрю свинеть пришел свинел что ли до последнего держится он за за шпиона посмотри на него прям до последнего за него держится вот другое дело мы теперь заберем этого шпиона он весшего кидает давайте кинем тоже шпиона 56 а еще один шпион нормально так мы выкинем пожалуй еще два шпиона дикса а делаем спасуем у нас 4 карты а у него 0 опоздал ну все точнее надо лапас все мы выиграли раунд забираем у нее карту 20 крон я могу служить какой-то покажем если товара я хочу вот у него вроде бы мечи вот можем вот это было как бархоз спутнуть волк ну-ка а если починить ну-ка не починить вот этот вот починил допустим предмет а ну и вот он за 54 до него просил 58 а как это работает ладно я синхрен короче чини там ничего не нужно просто так же и своему прошло пусть играет он нам не жалко за дописать кто же ровно мы всегда оставляем на туру минус весь не нужно мастера броника набор ученика а где у нас мечники сходили это что такое я нам это не нужно нам не нужен гоник бывает торгов то есть уж хочешь посмотри давай скажи мне свои товары это чё 70 объем у меня по моему лучше здесь тоже ремонт рынке нету броня хуже 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 короче нам от тебя ничего не надо даже что забирай топор бывай будь здоров короче тогда пойдемте намrop атаку очень 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 хочу нам на баронах находим короче добро на покупайте и и вот правый барон чем пришел короче ведь нужно фуры вырубить все вырубили ст выкосить, вырезать. Думаешь, я законченный выродок, а? И сам во всем виноват? Именно так и думаю. Да, так я и думаю. Может, для вас, ведьмаков, мир и правда черно-белый? Только у обычных людей он состоит из оттенков серого. Моя история тому свидетельства. Чему свидетельства? Ну, давай, расскажи, как все было. Ты, наверное, скажешь, что не ты один виноват. Ну, давай, рассказывай. Ну, пошли все на тебя. Ну, давай. Моя расплакалась от счастья. Скоро Тамара родилась, а меня Фольтест отправил в Цидарис на помощь королю этой, ну, воевать с каким-то разбойничьим атаманом. Потом еще заварушка. Потом еще одна. Дома я редко бывал. Война наша опьяняла, как водка. Мы с ней так друг дружке привязали, что даже дома я не мог с ней расстаться. Ну, давай, допустим, что было дальше. Ну, хорошо. Что было дальше? Я воевал на разных фронтах. Получал жалования, а Анетта одна сидела целыми месяцами. Но позже я узнал, что она была не так уж и одинока. Ее почти три года утешал какой-то Эван, друг детства. Пес бы на нем ездил. Понимаешь, сука, если бы она один раз загуляла, я б рукой махну. Но она мне годами рога наставляла. В гроб она видала и меня, и мою любовь. Как ты узнал? Вернулся домой однажды и не нашел ни Анны, ни ее вещей, только письмо. Написала, мол, меня не любит, уходит к этому шлепку и забирает с собой Тамару. Я думал, прям там кончусь. Я поехал к нему, хотел только девочек домой забрать. А как его увидел, что-то вселилось в меня. Завалил паскуду, а требуху его бросил псам. Оу. Да, теперь она не играет. В конце концов тебя же не просто так кровавым зовут. А? Розвище обязывает. А, нет, с кровавым это совсем другая история. Надо думать, Анна была не в восторге. Это сука, мягко сказано. Устроила истерику, бросалась на меня, легалась, царапалась. Наконец за нож схватилась. Я если бы не уклонился, так бы и зарезала меня. Вот тогда я впервые ее и ударил. Не знал, как успокоить. Ну и вот с того дня все переменилось. Анна несколько раз пыталась убить себя и меня. Доводила до того, чтоб я ее ударил, кричала, мол, я убил в ее жизни любовь. Лучше бы ее саму убил. Я тысячу раз прощения просил. Я цветы носил, подарки. И хоть бы что. Через два года злостью перешла в равнодушие. Но вот временами, то у нее приступы безумия случались, то я с пьяных глаз что-нибудь устраивал. Не знаю, как мы выдержали столько лет. Так что, как видишь, не все было так, как могло показаться с самого начала. В оба земли, наверное, не пора будет свечить. Вина лежит на вас обоих. Рад, что ты это понимаешь. Ну ладно. Если не хочешь привезти Анну домой, расскажи хотя бы, как она там очутилась, на этих болотах. Она сынал ведьм, давайте скажем просто. Твоя жена служит ведьмам. Ты сука, о чем? Каким таким ведьмам? Тем, которые живут на кривоуховых топах. Мужики о них болтали, но я-то думал, это байки. Как она там вообще оказалась? Я постичил здесь. Здесь. Недумаю, она становится в договор заключила. Она заключила договор с ведьмами и... И, вероятно, у нее помутился разум. Какой нахер договор? Она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьмам. Они обещали помочь. Взамен она должна провести у них год на службе. Ведьмы сдержали слово, как понимали, по-своему. То есть? Она, наверное, думала, что ребенок в ней как-нибудь сам исчезнет. Но ведьмы просто довели ее до выкидыша. Думаю, тогда она и начала сходить с ума. Кроме того, ее связали магическими путами, которые причиняют ей боль, если она пытается нарушить договор. Договор с ведьмами звучит как скверная шутка. Надо ее оттуда вытащить. Не советую тебе заходить на болото, даже с солдатами. Место само по себе нехорошее, а ведьмы куда опаснее, чем кажется. Ну, не ждать же, пока они ее отдадут. Будь у них твоя дочь. Ты бы тоже надеялся на их милосердие? Нет, я бы не надеялся. Но я ведьмак. А я муж и отец, который просрал свою жизнь и своих близких. Я беру людей, пойдем туда и вытащим она. Держи свое слово. Я свое слово сдержал. Теперь ты держи свое. Кто слово дал? А на чем бишь я? На вас напал Василицк. А, да, да. Ну и здоровая же была скотина! Держи. Он когда перед нами приземлился, я решил все. В этот раз нам уже не вывернуться. Берегись! Если я не выживу, бери из замка все, что захочешь! Выживешь! Ну, тогда покажем эти сволочи! Субтитры сделал DimaTorzok 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 раз ты все уже знаешь что наверно торопишься но ну может быть если ты поможешь ведьмами говори уже я хочу поехать за отбить ее не верю я что она там сидит по своей воле плохо ты меня слушал поход на болото это самоубийство вот поэтому мне нужна твоя помощь о цире я тебе больше ничего рассказать не смогу будь уверен я буду очень щедр если ты поедешь со мной давай я пойду с ним все много наличных всегда пригодится ну ясное дело я значит соберу людей и отправлюсь к штейгерам будет здорово если ты к нам там присоединишься что это было тут еще это или человек мои люди называют его ума считают монстром мне кажется человек только страшный как говно ордаля это же интересно мая странное имя ну да странная но он мне другого не назвал значит он умеет говорить не я спросил мол как звать а он ничего только тычет себе в нос палец ноги ну тут я хватаю его за руку спрашиваю тебя как сам он смотрит на меня как на глупого будет такой у ума вот вот так прицепилась откуда на монстр он не похож хотя медальон при нем дрожит странно откуда он тут взялся с ним смешная вышла история да я его в карте выиграл уже ничего ряду было ставить не на что было играть да что ж ты ко мне сука прицепился ну вышло так а не иначе поставили его на кон и все тут все претензии не ко мне его прежнему хозяин что смешного в этой истории поехал я как-то в новиград развеется вкусить таскать радости и большого года остановился в трактире а там как раз игра и я присоединился у арта мне шла вот как по маслу ободрал я сукиных детей то чисто а один торгуется особенно взъярился он-то просадил все что привез со скелли страшно хотел отыграться вот я и согласился я спросил что он может поставить он показывает это чучело ну интерес скверный хрен с ним я дал мужику шанс отыграться чё он шансы не использовал так вот уродицы попал во вродицы вот и песенки конец я теперь у тебя есть придворный шут и самый настоящий барон даже шут придворный есть да я вот чувствую что с ним что-то не то то есть он вроде больше зверь чем человек рукой стороны у него вот сукиного сына есть чё такое умный в глазах не знаю может кажется видал такое нет не видал но сведом не опасный ну ладно чё жрать много не жрет хлопот покуда не доставляет так что пускай ребята веселятся мне пора прощай а можно его смотреть надеюсь что ты его смотреть хочу почему не его не разрешают осмотреть и будешь для нее хорошим отцом надеюсь по крайне то нога то пить торчит и торчит Так, ладно, на скеллиге, на скеллиге, на скеллиге, на скеллиге, на скеллиге, во, возвращение в кривоухе топи, давайте его выполним, мне бы где клинок починить, вот это вот напрягает, здесь обронник, где можно хорошего мечника найти, я уже честно говоря не помню, так, карту мира, а, я ж починил точно нормально, чё я парюсь-то, ну погнали, чё нам по заданиям, это дополнительные задания, по основным заданиям у нас на скеллиге, кастры навиграда, значит пойдём сейчас кастры навигарада, так, возвращение в кривоухе топи, доброволец, так, не сильно надо проходить по округе, ага, это у нас в Новиграде, значит да, в большом городе, всё запомнили, так, возвращение в кривоухе топи, давайте, потом нам в добровольцев пойдём, поможем барону закончить его дела, и, чё там дальше будет, блин, всё-таки ведьмак одна из лучших выборов много сих пор на протяжении долгого времени, я убью всех чудовиц? естественно, как же удачей о, они чё, я г 당신 гаю, они в винт играют неплохая работа выживают например город мы здесь быстро используем, поможем барону нашему бароничку так и сюда охотники за колдуньями откуда тут вообще охотники за колдуньями не ехали же не самого новиграда чтобы сдернуть двух холопов а не знаю господин они сказали куда едут геральт хорошо что ты пришел а то с этим мужичьем сладу нет это будет их кнутом поучить может яснее заговорят ну говори куда поехали в деревеньку на болото господин и какая-то девка с ними была про мать вы спрашивала девушка геральт едем туда сейчас же естественно я уже как то согласен сейчас я людей соберу пойдем на болото на воде дух тут тяжелый вот у крестьян мозги гниют вот чё только холопа не придумал а и не говори сам убедишься что ведьма существует сатья против видим нам цепь может ослабить вести и вампиры так а ну да и теперь тут поеду реликты прокляты нет вроде не йогра духи и стихии да нет духи и призраки нету ладно реликты о ведьма против них поможет на клин и масло против реликтов он есть масло против реликтов людей против элементарии против тропоедов против кемпиров против кемпитов воде старухи безумные да людям головы морочат вову и я про тоже она с ними осталось потому что сердце у меня да ладно ой 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 вот не верится мне в твоей сказке на избран все короче находим видим сразу тех трех вырезаем ни слова больше они не бесит они мне не понравились вообще не понравились так с нами идет она им давайте поможет а хочу хочу мечи достали все в смысле зачем напугали мне думали все кто-то есть что-то ведь и органы соберу да да вы даже должны там ничего не успели господи покажем этим тварям кто тут хозяин оя смелелась ну что идите давайте что боитесь-то нам 46 метров то осталось вон уже дружка все все что это было сейчас этих не заберу органы 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 ага очень смешно поняли пацаны лайфхак бабе водку не даем сами пьем вот фу иду что с ним должен кошмариться идемте поможем позже поговорим больше народу меньше кислорода ведьмак ты передумал сколько отец тебе заплатил думаю тебе нечего бояться ты же привела с собой друзей я не боюсь вечный огонь меня защитит от меня и защищать не придется тамара доченька вернулась все таки дай-ка я тебя обниму не подходи я приехала за мамой ты бы так и оставил гнить ее на болотах а ты думаешь что я тут делаю я возвращаю ее домой вот уж нет ты ее большие пальцы не тронешь никогда я не позволю ты можешь обижаться на меня я был не лучшим мужем и отцом но я изменился ну спроси кого хочешь геральт ну скажи ей ну давай давайте поможем кто это правда хочет найти жену твою мать и много он тебе платит чтобы ты держал его сторону он ни цели истинно говорю вам гнев не доведет вас ни до чего иного кроме погибели вот именно кто такой а ты кто такой чтобы спрашивать это мой командир этой пьяной свиньи это не касается тамара значит ты с ними теперь может еще величим собственного отца повесить или подпытки отдать ты мне не отец и мне все равно что с тобой станет напомню что у нас есть дела вот именно людьмак поможешь нам затем я и пришел я потерял пятерых людей и не знаю чего еще ждать в этом проклятом месте не стоит терять времени ведьмы могут вернуться а с чего ты взял что их здесь нет с того что мы еще живы обыскать деревню ой а чё это такое ой а чё это такое жениться а а нет ой оттерла все давай-ка назад грязнуля пряника кусок свеженький горяченький цветочек бей меня вышло слишком мало я надкусила проверить крепкий ли я просила молила мама это я ты узнаешь меня что с ней такое она я же сказала что все сделаю я протру все начисто дотру ухода приближается готовьтесь что это было может волки что-то не похоже на волков это верно приготовьтесь скорее всего я тот самый без ага убить без других чудовища понятно говорит давай сказать, что мы еще не будем бомбать еще один кто пить есть буквально вот и без не походите работает ведьмят да что это было похоже без ведьма нас почуяли и послали его за анной проклятые ведьмы мало не нам зла причинили хвать я забираю это моя жена и она вернется со мной домой я буду рад если ты поедешь с нами не прикасайся к ней мы обе уезжаем из этого проклятого места она больна слаба куда ты собралась тащить ее в таком состоянии баксенфурт ты убьешь ее я не позабочусь вырвете ее друг у друга как тряпичную куклу дайте ей решить куличики на обед будут куличики ничего она сейчас не решит это какие-то злые чары ведьмак помоги и прошу тебя а не знаю допустим так боюсь это не злые чары а что же она слишком много вынесла потери ребенка похищение бесом жизнь в деревне у ведьм заботы о детях которые теперь пропали все это оставила на ней след то есть ты не сможешь ей помочь она навсегда останется такой не очень жаль отведу ее к одному пустыннику я встретил его много лет назад очень мудрый человек у него настоящий дар врачевания даром врачевания ну давайте попробуем стоит попробовать я поеду с тобой к сожалению это невозможно почему у тебя есть обязательства перед церковью вечного огня как только мы закончим дела в велении ты вернешься со мной в аксенфурт ты сказал что спасешь мою мать и я сдержал слова теперь о ней позаботиться твой отец позаботиться ты же знаешь кто он такой знаешь что он не делал он уверяет что изменился и я вижу в нем настоящее раскаяние и скорбь за прошлые грехи он позаботиться о ней а у тебя теперь новая жизнь и новые обязанности перед вечным огнем не бойся все будет хорошо я больше не притронусь к водке найду знахаря а когда он ее исцелит мы тебя отыщем поклянись клянусь ладно ведьмаки были созданы чтобы убивать чудовищ неважно кто дает заказ важно чтобы плата была по уговору мелочи только отравляют жизнь ведьмак должен делать свое дело без лишних сомнений он просто поднимает брошенный ему кошелек и отправляется своей дорогой люди не ждут что ведьмак станет защищать их от них самих спасибо за помощь ведьмак несмотря ни на что до хранит и направит тебя вечный огонь спасибо прощайте он стоп рождали не может говорить хорошо что сейчас не потерял терпение ведьмак покинулки и он тимпомок посмотри они зубы не вот это пипец помогаешь ему ничьи пендуют осенью миша одна она допустим не зале один меч так задание на скелике не хочу давайте отправимся все это добровольец авто мира да у нас уже мира давайте туда зайдем вот сюда вот так вот так вот так ну-ка чё у нас там по времени просмотра идет а время 48 минут думаю на этом закончим всем спасибо за просмотр подписываемся ставим лайки и ждем следующую часть